прикольно уже дважды начинал и дважды игра такая ну или комп такой иди нахер не хочу чтоб ты стример сделай так чтобы у тебя завис экран мужчины ставшие друзьями на почве утраты и черной магии красивая история если этого действовать осторожнее тебе вообще не стоило действовать у нас здесь охота на ведьм ты мог судом из-за этого не выдавшегося ритуала да и мне жаль я нашел его в книге оккультная философия корнеля агриппо нет из гимского замечательный труд я встречала множество православных прославленных оккультистов и ни у кого из них не было подлинника агриппо многое теряется при переводе или искажается при печати сомневаюсь что твой экземпляр исключения ну конечно сила в словах а в моих была ошибка и все пошло наперекосяк как интересно ой сделал ты понимаешь что могло произойти узнай люди про твои исследования но ведь получение знаний не грех ты помнишь добору мисс каменью конечно помню твой отец поручил нам провести расследование так или иначе мы должны вернуться с ответами кажется я понял чему вы слоните похоже мне угрожает небольшая опасность так судя по всему ты целиком поглощен исследование чем именно ты здесь занимаешься еще источник чумы в хэрус конечно же и у меня есть теория на этот счет не сомневаюсь тоже рассказывай и так сперва я думал что все дело в отравленной воде но мой отец завалил колодец а люди продолжили болеть они начали искать следы ведьмаства глупое невежество предположение видите ли оралу отправляет не иду отравляет не идон его влияние просочилась в хэрус доказательства повсюду под оралу ты имеешь ввиду пустоту ни одно из этих названий не воздает этому миру должное его не описать словами оралу мистер макрей соткан из наших первобытных мифов разве не удивительно почему ты так уверен что пустота влияет на эти места в нью-идоне грань между этим и нашим миром тонка даже я новичок пособен добраться до границы и перейти ее я думаю что такое происходило и раньше несколько лет назад в нью-идоне уже бушевала эпидемия это была та же самая болезнь я думаю первая эпидемия была вызвана тем что грань между нью-идоном и оралу была тонка хотя тот недуг поражал плоть а этот разлагает разум и дух я верю что нашел его источник есть одна субстанция необычная слизь возможно вы ее видели это по моему мнению и есть истинный источник недугов хэрус она обладает особенным запахом когда я его вдыхаю сначала у меня путаются мысли а потом затем я теряю контроль над телом что ты надеешься найти у источника слизи лекарства здесь просачивается в наш мир из-за нее мы болеем может быть я смогу ее остановить к сожалению я не могу добраться до источника оралу опасное место коварное лабиринт который постоянно меняется перестраивается меняет форму вот например перешейк я нашел трещину земле из которой сочилась слизь а потом местность изменилась и теперь я не могу туда попасть может мы сумеем найти путь и взглянуть на этот источник правда было бы замечательно а вы сможете вести записи и видишь призраков гуляешь по пустоте словно по собственному саду ты умеешь и помогаешь людям проводить запретные ритуалы тоже ты такой я лами хаскел и я изучаю множество наук если быть точным я истинный искатель теперь у нас больше вопросов чем ответов что лежит в основе вселенной на каких принципах основывается мироздание мы оккультисты меняем мир или лишь оставляем царапину на его поверхность каждая дисциплина которую я изучаю открывает мне новый пласт реальности я в самом начале пути и посмотрите чего я достиг удивительно не так ли ты не случайно нашел разрыв пустоты под мельницей тебе помогли но тебя научил я провел исследование ты внезапно перестал быть многословным я не хочу вовлекать тех кого здесь нет простая осторожность вы понимаете твой отец убежден что колодец отравила ведьма калиб у отца навлек на себя проклятие ритуалом о котором ты ему рассказал тебе стоит задуматься мы должны противостоять дьяволу изучив его трюки как всегда говорил мой отец чистейший из божьих промыслов да могу представить что твой отец это говорил когда мне было 10 он меня посвятил димонология сэр как бы он сказал он видел меня наследником а потом внезапно запретил читать книги я украл те самые книги которыми он меня пичкал детстве я их понимаю в отличие от него я не совершил ничего дурного кроме небольшой кражи ты изучал димонологию занимался одиночку когда отец запретил мне продолжать занятия признаюсь я ослушался его тайне эти толстые тома нагоняли на меня скуку пока мне не запретили их читать внезапно я стал жаждать тайных знаний забавно да они так давно добрый друг моего отца показал мне что мои знания были поверхностными что это за друг странствующий француз который часто была в нью-идоне в последние годы он называет себя истинным искателем он был плодовитым и глубоким мыслителем мой отец гордился тем что был вовлечен в его дискурс для него знание путь к величию а величие главная награда для меня же награда само знание ну хорошо тогда пойдем взглянем на эту слизь поближе а раскорбца больше нет я могу уйти будьте осторожны мой дом ваш дом если вам что-нибудь нужно не стесняйтесь королу не твой дом лэми но спасибо так окей что ж все намерения познаны лэми хаскел украл запрещенные книги у отца и начал учиться по ним колдовству и есть еще что-то третье смотри-ка или оно и было простите мой нездоровый интерес госпожа дуарда но могу ли я задать вам несколько вопросов да ты хочешь знать вам все еще нужно есть вы чувствуете голод простите просто вы первый призрак которого я знаю то есть лично я не ем так как люди я испытываю голод но не так как люди как интересно вы можете трогать предметы чувствует запах и видеть цвета такими же какими и запомнили я ощущаю все по-другому трудно объяснить я вижу иногда иногда могу чему-нибудь прикоснуться я не чувствую запахов red говорит что мне повезло но позволяет вам появляться в этом мире во что-то удерживает или вы здесь по собственной воле кажется будто я держусь за веревку будучи высоко над пропастью даже если бы я хотела я не могла бы ее отпустить понятно а что насчет изгнательских умений вы можете их использовать атрибуты вашего ремесла все еще действуют они не вредят вам как призраку метки на руках и кольца на пальцах это иллюзия у них надо мной не больше власти чем у воспоминаний вы можете говорить с любимым призраком кем пожелаете нет я ощущаю следы их присутствия чтобы поговорить с ними я должна потрудиться тем не менее сейчас я говорю с вами как чудесно мертвые редко бывают столь краснолечивые приветливы честно говоря зачастую они довольно грубой думаю нам пора идти продолжим в другой раз но мы же едва открылись завису великих тайн то есть оклянитесь вокруг мы стоим здесь за последней чертой простите я хотел сказать да госпожа дуарте да госпожа дуарте да господин рэд антея нам пора идти итак невзрачный сын благочестивого губернатора оказался злой ведьмы хэрос я была такой же серьезный безудержная вы юношеское рвение меня от него тошнит надо помнить кем ты был раньше не забывать об этом только так не теряется связь поколений не знаю верили я высосану из пальца историю лами но я чувствую себя странно и думаю что виной того слизь есть лишь один способ проверить о позже какая гадость мне бы пригодилась помощь так интересно что же это будет за такой источник вполне возможно что это босс это было неприятно очень я не могу появляться поле те чертов оберег найдите мне его обереги от призраков я не могу появляться ой надо было взять у лэми карту оберегов где этот мальчишка их понаставил вот он и это прекрасно так происходит что-то пошли спустись поднимись перепрыгни можно более четкую землю который можно спокойненько походить это во первых автор куда идти да нет опять мы хрен знает где нужно найти место откуда можно перебраться на ту сторону а тут есть а тут тоже есть портал и прикольно мне кажется на ту вот тут забраться шо как куда угодно угодно ну шо такое мальчики попугайчики вы зачем мне мешаете вы зачем не мешаете работать ой от дался вот и сказал о кто-то смотрите к нам идет да шо ж такой живучий то так мне не туда в голову надо в голову да нет не получается а куда тебе бить темпе мы в ногу ой ошибся о голову все таки хорошо идет в голову но блин по главе надо попадать ненавижу попадать по голове а слишком маленькое местечко он блин толстый я его буду долго лупить ну шо поделать а он еще и хп в основном я понял надо короче просто на скорости это делать не подходи стой на порядочном от меня расстоянии пожалуйста будь любезен как-то странно слишком рано начинает по мне пытаться мяу дать обстоятельства далеко ай ай а попал этот раз попал 10 хорош ух справились как же не кайфово что у них здесь восстанавливается хп ощущается некий дискомфорт в обезвреживание привидений слизь сочится из разрыва словно гной заспаленные раны восхитительно о а то есть нам туда или не туда или куда давай посмотрим что на другой стороне давай посмотрим чё там какому-то сраня кажется где мы похоже под землей чудесно и где мы теперь согласно карте будьте любезны скажите о а нет стоп а где я не вижу я стрелочки не а вот девочка что и нам вот сюда да окей допустим что ты нашла что слизь воздействует на воплощенное значит надо ее загнать обратно получается кто здесь этот черт из слизи состоит это что призрак не уверена но думаю мы здесь не одни он явные слизи был лол забавно что же это такое доказательства приговорены что невиновность раздавлена вот дерьмо вот только что это же все сказал дерьмо ты очень напоминает слизь из этих охотников на привидения брат зачем ты так руки раз ну тип разбил о а сразу при ссоре так 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 похоже на склад ведут пещера больше чем я думал это что дом из хэроус возможно однажды колодец неудивительно что они все заболели о сколько тут всякого охренеть огромная слизистая река давай-ка ап наверняка это что-то нам додаст наверняка мне какая-то вкуснятина как интересно пещерка выглядит как интересно ли он растет какая напряженная музыка пошла и вопли невиновных дошли до слуха господа саваофа кайфу а вот эта атмосфера а серьезно у нас тут и а давайте-ка ляжем отдохнем так письмо от эмити гипс от гипп от эмити гипс провиденс кому антипа и клеменси гипс хэроус нью-иден дрожайшие родители мы с рубином поселились в провиденсе дом у нас необычный и очень уютный уверена он бы вам понравился хотя возможно вы настояли бы на занавесках другого цвета мы прилежно посещаем молитвенный дом прошлое воскресенье была особенно красивая проповедь вам точно пришлась бы по душе в новой англии еще не перевелись набожные люди в последнем письме вы упоминали что дела на ферме идут не очень если господь послал вам испытания уверенно вы его пройдете но если вам понадобится суда рубин с радостью ее даст а еще мы могли бы приехать к вам в гости если вы согласитесь на ряд условий касающихся вашего поведения и манеры говорить особенно с рубином не нужно осыпать его ни лестью ни ехидными замечаниями ваша дочь эмити этот дом принадлежал неким антипе и клеменсе гипс о как вверху так и внизу ну-ка прыжок увеличивает урон от следующего удара кулаком на 150 процентов но это ладно на оставим как есть где что-то прячется что где дачи попозже ладно о что то есть ящик пандоры тех пор как пандора открыла свой сосуд выпустив на волю всевозможные бедствия люди стали считать эпидемии наказанием неспосланным богами узколобы ученые с этим не согласны они предпочитают искать во всем естественные причины как это часто бывает истина где-то между двух крайностей и в то же время выходит за их рамки без сомнения не все эпидемии и объясняются разрывами в ткани воплощенного но регулярность чистота и свирепость подобных случаев по всему миру свидетельствует о существовании разрывов и воздействий нового мира оролу или великой бездны не спроста настоящее имя пандоры а насидора так то шлет дары то есть дары земли лекари, врачи, пасторы, ведьмы как истинные искатели должны всюду высматривать следы разрывов ибо пока они не закроют разрывы пустоты откуда в наш мир просачиваются дары загробного мира они так и останутся муравьями что пытаются потушить лесной пожар покуда слепые фанатики бросают в тюрьмы и вешают колдунов и их почитателей обвиняя их в распространении болезней так как сами оккультисты стекаются сюда потому что их притягивают дары пустоты они останутся овцами принимающими овчарок за волков с другой стороны это позволяет истинному искателю остаться незамеченным уже предвкушаю как я отправлюсь на поиски гнилоустья возле Нью-Идена так хорошо видимо француз руле памфлет кота на матера и пораженная этим женщина осозналась что она и и другие кто был упомянут всей беседе с под а потусторонним не имели связи с дьяволом на вопрос же о том заключила ли женщина с ним договор она ответила отрицательно но сказала что обещала отправиться к нему по первому зову что по ее словам случалось уже не раз так это мы уже читали ну давайте приляжем нам надо восстановить на стоечке о нам надо развиться немножечко немножечко развитие нам не помешает это не то развитие которое нам нужно это уже активировано а вот да можно и так тут мы уже все развили да по-моему да так что по предметам я точно помню что то можно было улучшить точно хилку можно улучшить давай я шо против что ли 140 хп восстанавливать шлак гнезда у меня бы ушла гнезда куда то я его уже использовал таки все получается кстати можно но нет текущий раз расположением я вполне устраивает давай отдыхать да ну буквально пару часиков доброе утро соня пойдем пришло время осмотреть хижину до конца что-то рядом что то есть где же прикольно грибочек так можно грибочек фармить вложен головенький опа что это у вас такое книжечку кто то решил сохранить учетные книги фермы гипсов весна 1695 год расходы сто девяносто восемь починка стен десятина эль и хлеб свечи плотник древесина прочее доходы восемьдесят восьмериков кукуруза конина зима расходы сто четыре десяти на налоги эль хлеб свечи починка инструментов выдержанная древесина доходы девяносто пять кукуруза ячмень осень тысячи шестьсот девяносто четвертого года расходы сто шестнадцать десяти на налоги эль хлеб свечи а вот следующая весна что-то уже совсем не очень стало земля гипсов была бесплодна им не хватало денег то есть мы теперь неожиданно решили чисто гипсами заняться да интересные дела у нас тут сундучок я еще слышу стук оберега но не могу его найти причем антея совершенно спокойно тут имеется о там можно фигурку забрать не понимаю где этот берег ну и черт с ним а я так понимаю целый кусок земли провалился вниз и видимо из-за того что слизь его пожрала смотри наверх слизь просочилась сквозь камень а прикольно давайте сначала все тут соберем итак записка от гипсов гипсы спасибо что оставили записку господь свидетель времена сейчас тяжелые я прекрасно понимаю почему вы не смогли отправить нам заказанное зерно мы оказались в похожем положении и вынуждены отменить следующий заказ из-за падежа падежа нашего скота к письму будет приложена разница по счету на чем мы будем считать его закрытым по крайней мере до лучших времен да спасет нас господь от этого проклятия ричард меланс значит не у них одних были проблемы зачем эти ооо новенький благоходец необычная деревянная фигурка найденная возле проклятого сундука в пернильнице зачем я их собираю в них прок непонятно так ну давайте по очереди из всех домов упал лишь этот может это личное где находился ли дом гипсов под воздействием слизи само собой оглянись вокруг так подожди тут же можно было что то нет странно а вот здесь мистер и миссис гибс мистер и миссис гибс вы читали мое письмо как же читала а потом вымыла руки с мылом и помолилась господу вы утверждаете что никакого проклятия нет то же самое сказал бы ведьмы не правда ли там где живет много людей начинаются болезни я считаю что вы делаете ваши коварные лжи придет конец мы знаем кто вы и вас будут судить ведьма они намерились погубить ее она привела разумное объяснение а они растоптали его да ты что такое ах ты ах ты тварь ну тут поприятнее уровня уже да моего полета птички на на ой нормально он чилил пока и перезаряжался кто это не подходи я буду стрелять ты будешь умирать как же это было приятно так чё там по сущности давайте смотреть существо о женщина которую хаскел казнил в связи с нью-иденской эпидемии в 1688 году была невиновна а так о интересно во что это все вырится так здесь мы видимо можем пройти да но мы не будем торопиться а мы сюда не можем мы сюда не можем а хочется а как-то хочется вы что вы серьезно вы вот так вот ставите сундук вы бесчеловечные вы суки просто ну здесь то да здесь то мы вряд ли попадем а как а как я хочу этот сундук боже как же некрасиво так поступать может все-таки где-нибудь здесь можно пройти да нет ну явно не тут безобразие какие звуки неприятные пошли в игре раздражающе тревожище блин ну ладно может быть мы сможем там пройти все-таки антея пожалуйста перестань я пугать миссис гипс я полагаю где туда и дорога суеверная тварь о смотрите кто тут что это что это за кровавые еды а это ее кто-то тащил видимо а вот как швырнул как мешок с картошкой и по делам ага что это такое у нас а тут пройти можно типа ну ладно пойдем ну ладно пойдем что это шоткат ладно хорошо пускай это будет шоткат а а наверно я этот путь приведет меня к сундочку он мне потом еще куда-то привезет а вот он ай вкуснятина иди сюда кто-нибудь еще от имеется принять проходов чест приколы ладно давайте пройдем тут опаньки здрасте значит вперед куда вперед-то тут только сундук есть и все да еще так запрятан блин а внутри все больше серебро до 8 море так нет учета как-то некомфортно мне не к обожаю как же это приятно альфа черт он идет вперед с поиска из лечит вот хорошо как же тяжко так анте давай полу пика их ой ну папе папе да дайте мне альфа сосатели убить достали все 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 братишка на этом твой путь закончен но это было неприятно альфа сосатель он так достаточно плотненький был и место тут такое весьма небольшое небольшое и конечно то что я не мог запрыгнуть это полная санина господи какой же это санье но сделайте вы побольше чтобы хоть как-то это объяснялось а то не знаю неправильно все это нехорошо окей куда нам дальше нам вот сюда забрать серебро так подожди а тут шоу вот у нас вербейник пробивается так давайте-ка сделаем стоп-старт вот 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 Продолжение следует...